Мы переработали дерево национального развития Советского Союза, и оно получилось огромным, гигантским. Это крупнейшее дерево из всех, что мы делали. Один из основных моментов, которые мы хотели проработать в No Step Back, это древо развития Советского Союза. Это одна из немногих оставшихся основных наций, которую мы не трогали с самого релиза. И как нам кажется, сейчас отличная возможность для этого. Разработка была непростой, из-за одного только размера древа развития, не говоря уже о другом контенте, который мы хотели добавить. Обычно над древом развития работает один человек, однако в данном случае нам потребовалось куда больше людей. Я забыл примерное количество возможных вариантов, но это определенно самое большое число из тех, что мы делали. Кажется их чуть больше трехсот, что делает это древо крупнейшим из нами созданных. Мы хотели дать пользователям как можно больше возможностей взаимодействия с контентом в роли коммунистов. И хотели добавить немного альтернативной истории, включая восстановление монархии или установление национализма как модели управления страной. Мы старались добавить различные опции в каждую ветку, чтобы вы могли использовать по большей части те же возможности, но с некоторыми изменениями. Так что думаю, здесь хватает вариантов развития. Надеюсь, игроки воспользуются этим и будут пробовать разные сценарии развития и потратят немало часов на эксперименты с тем, чего еще не видели. Система паранойи — одна из моих любимых частей древа развития Советского Союза. Она помогает понять, что творилось в правительстве страны, ощутить атмосферу паранойи и подозрительности, и как это повлияло на политику партии. Мы создали немало контента, так что игрокам предстоит много изучить. Изменений много, но конечный результат получился еще больше. Нам не терпится выпустить дополнение к Hearts of Iron 4. Мы усердно работали над ним долгое время. Субтитры создавал DimaTorzok